Народный контроль продолжает борьбу за безопасность продуктовых прилавков. Сегодня активисты проверили на честность и порядочность сотрудников двух магазинов, Ямала и Садко. Поводом для визита народных контролеров и в этот раз послужили жалобы горожан на просроченную продукцию. Результаты проверки не радуют. Покупательская корзина контролеров пополнилась просроченным маслом и гнилым луком. Подробности в материале Светланы Кейль. Первый пункт визита общественников в магазин Ямал. Проверка начинается с осмотра бокалейной витрины. И не случайно. Покупатели жалуются на подсолнечное масло, срок годности которого вышел уже давно. Продавцы разводят руками. Такого не может быть. Любой продукт, масло, каждая смена, ночная, дневная, мы просматриваем всегда. Я прихожу с утра, приняла смену, нет народа, я проверяю в ночную тоже смену. Если срок остается, например, там несколько дней, то мы сразу убираем на уценку. На радость продавцов бутылки с маслом у контролеров нареканий не вызвали. Сроки годности и условия хранения подтверждают. Можно покупать и употреблять в пищу без опаски. Вопросы возникают у прилавка с изрядно замороженной продукцией. А вот это вот как вы объясните? Это уже нарушение, это качество продажи, согласитесь, товаров. Перечень выявленных нарушений дополнился просроченными продуктами. Несколько пачек сливочного масла еще в первых числах июня должны были дружно покинуть холодильник. Но нет, продолжают лежать. Вот и получается, что сроки годности товара продавцы контролируют лишь на словах и в обещаниях. Когда народный контроль приходит в какой-то магазин, мы идем, я не могу сказать, наверное, неправильно будет слово сказать на уступке, но мы идем на понимание, чтобы наладить диалог между общественностью города, которая хочет качественных продуктов получать, и между предпринимателями, получается так, что нам пускают, скорее всего, пыль в глаза, устраняя на время эти нарушения и потом все-таки работая так же, как и работают. Сегодня редкий случай, когда к народной проверке общественники подключили молодежь. По мнению взрослых, подростки должны видеть и другую сторону продуктовых витрин, ведь зачастую дети – самые доверчивые покупатели. А вот Артема Шмакова в магазине обмануть сложно. Юноша признался, он хорошо знает свои права. Я могу спокойно пройти в магазин, попросить любые документы на товар, посмотреть срок годности, предъявить им, если срок годности прошел, посмотреть документы. В магазине «Садко» Артем Шмаков и его проектный товарищ сертификаты качества на подсолнечное масло смотреть не стали. Сроки годности продукта все сказали за них. Застоявшуюся находку юные контролеры показали опытным наставникам. Июнь 14-го изготовлена, июль, август, сетябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, в январе оно уже просрочено. Сейчас у нас июнь будет. Внешний вид пачек со сливочным маслом и в этом магазине вызывают подозрения. И не зря. При детальном знакомстве со сроками годности становится просто страшно за тех, кто осмелился бы это попробовать. Вскоре на импровизированном столе к маслу присоединяются безымянные замороженные овощи, сырный соус, гнилой лук и кусочек заветренного ламбера. Судя по жалобам, покупатели уже не раз обращались к работникам «Садко» с просьбой убрать просроченную продукцию с прилавков. Но понимания не нашли. Мешаться пришлось народным контролерам. Может быть товара на витрине много, и по виду кажется, что только-только привезенный товар. Все-таки обращать внимание, потому что и бывают партии, которые не зачастую сами поставщики присылают уже просроченный товар. Поэтому призываем Шестлигород для того, чтобы не было ни отравления, потому что зачастую сразу дают детям, на, типа, пробуйте. И поэтому у нас много очень отравлений. Поэтому быть внимательными. Это вот самое главное, напутать нашим горожанам. Все факты нарушений и пакет с просрочкой народные инспекторы передадут в отдел Роспотребнадзора. Если при следующей проверке ситуация не изменится в лучшую сторону, владельцев магазинов «Ямал» и «Садко» ждут серьезные штрафные санкции. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».